Как наш сиан записывается? Начинаем нашу банан. Называется он по-прежнему аналитика без воды, мы ничего не переименовывали. Вот первый слайд наш, первый слайд события прошлой недели. Давайте посмотрим на индексы биржевые, так как они выглядели. Значит, наверху американские индексы, европейские в серединочке, и в конце индексы азиатские. Ну, мы видим, что по итогам недели американские индексы, европейские выросли, азиатские выросли, кроме индекса Nikkei, который за неделю снизился на 4%. Еще раз добрый день. Так, мы, это значит был первый слайд, что хотелось бы отметить. На первой половине недели фондовый индекс рос, во второй половине недели снижался, и пик этого снижения пришел на пятницу, когда стало известно, что два агентства одновременно снизили прогноз Outlook по рейтингу России. Соответственно, был такой, первая половина дня была не очень позитивная для торгов. Значит, индексы упали на 3%, даже на 4%. Ну, а в середине недели стало известно, что ФРС США может начать ужесточать политику, свою денежную, то есть, цикл повышения ставок раньше, чем ожидалось, и тоже американский рынок начал колебаться. Слайд номер 2. Это я взял слайд у Елены, почему снял, взял у Елены Шишки, нашего анализа по американскому рынку, потому что считаю сейчас 3 проблемы, которые, от которых зависят котировки наших акций. Это первая проблема, ну, это понятно, это отношения Украины и России, значит, ну, тут от нас ничего не зависит, мы просто смотрим со стороны. Второй момент, это Китай, рост долговой нагрузки и два дефолта за 15 дней, и третье, это возможно усиление доллара в связи с изменением политики ФРС, то есть, она становится более жесткой. Соответственно, доллар начнет усиливаться, цены на нефть пойдут вниз, и золото пойдет вниз. Вот три проблемы. Ну, на первую проблему я поставил бы все-таки политику, на первую политику. Так, ну, вот этот график Сбербанка, старенький график, который я, обликовал, вернее, перед торгами в пятницу, мы видим, что отметка 7,6, действительно поддержки в ходе торгов долетела до 7,6 и одной десятой, и оттуда наверх. Ну, как бы, несмотря на то, что Сбербанк успешно поднялся под отметки 7,6, мое мнение по-прежнему, что Сбербанк пострадает от санкций сильнее, чем другие компании, потому что банковский сектор фондируется в Европе. Соответственно, и для него вот это вот всякие санкции, это неблагоприятно. Поэтому и на прошлой неделе мы видели такую интересную ситуацию, что при любом негативе в первую очередь продавали акции Сбербанка, а они, к примеру, акции нальдского никеля. Теперь следующий слайдик. Может ли пойти на спад политической напряженности? Много по этому поводу можно говорить, но основное, что сейчас опросы показывают, что украинцев, которые проводили независимые взятия агентства, и Савик Шустер в своей программе показывает, что количество украинцев, выступающих за вступление Украины в НАТО, выросло на 15% за неделю. Соответственно, вот эта воинственная антироссийская карта, она будет разыгрываться, несомненно, перед выборами 25 мая. Поэтому Ангела Меркель звонила Путину, пыталась посодействовать, чтобы шли прямые переговоры Россия и Украина. Но до 25 мая, до выборов, никакого там снятия напряженности не будет. По той причине, что никто будет миротворцем среди политиков украинских, кто-то не наберет рейтинг. А вы знаете, что рейтинг, например, у Тимошенко сейчас порядка 16%, это мало. Вот поэтому они все будут сейчас в антироссийский дуду гудить. Следующий слайдик. Один момент. А, ну вот слайд развивающейся рынке. Мы видим два графика. Вот красный график – это индекс рынков, развивающихся от компании MSCI. Черный график – это компания MSCI. Наш российский индекс. Мы видим, что в принципе, в принципе, ничего страшного с рынками развивающимися не происходит. То есть наш рынок пробил, если локальные минимумы, индекс MSCI, Эмиджи Маркетс не пробил. Очень хорошо смотрится индийский рынок фондовый. Последние пять дней неплохо смотрится торговых. Бразильский Бавеспа. Ну и про Китай я уже говорил, что было ложное пробитие годового минимума этого года. Но это тоже вычерет некий сигнал такой локальный. Поэтому я думаю, что есть шансы на этой неделе, что мы увидим выше, то, что наш рынок. Потому что больно выросла раскорреляция между нашим рынком и другими рынками. Но все, скорее всего, это ограничится в рамках бокового коридора, бокового тренда. Почему я так считаю? Есть еще одна причина. Это рубль. Рубль по отношению к дону, к евро сейчас стабилизируется несколько причин. Это конец месяца. В число 25-го числа выплаты по НДП на нефть и газ. Соответственно, экспортеры продают валютную выручку. Если рубль держится, то акция становится более-менее интересна. Если рубль уходит в пике, акция неинтересна. Пока рубль сейчас держится, какой-то интерес к акциям мы видим и покупают и Мечелс сегодня и других металлогов есть. Но это все в рамках, конечно, бокового тренда. и ... вот товарные рынки, как они были занятостью... неделю по-прежнему очень хорошо выглядит никель в золоте идет продолжается коррекция мы сейчас посмотрим следующий график вот это следующий график золота мы видим что по-прежнему он находится повышательном тренде повышательном канале да но не дошел до такой значил и 1434 20 что говорят нам американские и российские аналитики по поводу золота они вот голову говорить что до конца года попрежнему ждет цену 1050 долларов за унцию смотрим на график отмеряем получая 22 процента ниже текущих уровней вот вот что говорят нам по золоту теперь если идей на нашем рынке нету не значит что их нет вообще на прошлой неделе в понедельник мы выпустили отчет по microsoft который положили на наш сайт цериха можно было скачать сейчас буду скачать в разделе аналитика так подон ну говорите то сейчас у меня в банах попросите меня и я не готов модуль может расстроить немного снимаете извините вот позвонила станция бывший финнам fm сейчас столицы подожила запрос по метрострою метрострою это не моя тема поэтому мы конечно не взяли потому что мы берем только тот что отслеживаем microsoft увеличение рисков для финансовых потоков компании есть тем не менее есть недооцененность компания относительно аналогов инвесторы ждут смены руководства компании тоже плюс их такой потому что с этими руководителями связанного провалах платформ windows возле и плюс интересное сообщение вышло что в супермаркетах walmart сейчас понизил цена на приставку xbox one если посмотреть продажи с ноября новых приставок xbox one и playstation то playstation продала уже 6 миллионов xbox 4 миллиона в связи с тем что цена на xbox снизилась аналитики считают что xbox будет потихонечку playstation 4 есть небольшие проблемы конфликт среди разработчиков и там человек 20 или 22 сейчас разработчика игр уволится оттуда поэтому они считают что xbox будет потихонечку playstation достигать ну вот мы дали прогноз сказали что потенциал роста 21% реальности мы уже выбрали апсайт на 8 процентов за за неделю сегодня мы выпустили обзор по ореху мы сейчас вешаем его на сайт можете ознакомиться на сайт целях можете скачать значит вот следующий слайдик прошло промышленное производство в основном промышленное производство то что прошло оказалось хуже несколько ожиданий во вторник будет индекс текущих цен условия в германии продажи новых домов с сша статистика но в основном если посмотреть все таки я считаю что главное три три слова на которых стоит значит наш рынок и совсем это не статистика пока рынок абстрагируется статистике но тем не менее вот есть такой календарь почему акции норельского никеля интересны для веры на повышение обратите внимание что акции норельского никеля они успешно демпфируют те ямы российского рынка те ухабы да вот они как бы за последние недели мы убедились даже когда выходит новость что продается пакет норельского никеля тем не менее успешно подвеска отрабатывает мы видим что эта цена на никель 15000 за тонну когда пробили наверх это был некий бычий сигнал сильный выход из консолидации сейчас даже если она пойдет на никель вниз это все как бы воспринимается очень по бычьему почему потому что производители никеля это россия также производит никель и кроме того есть данные по запасам никеля на складах компания в китае которые показывают что они находятся на многомесячных минимум то есть китайские промышленники берут некий часа склада не покупают его на рынке все это вместе плюс опасения поставки никеля из россии стабильности вот вызывает такой значит рост цен на никель соответственно и наш норельский никель учитывая что бумага дивидендная учитывая то что был некий бычий сигнал когда не смогли протестировать 5550 на падении 3 которое началось 3 марта да могли протестировать но не стали даже тестировать нарисовали там бычью свечу достаточно устойчивая бумага стоит на бычьем тренде который начинается с августа прошлого года и вот достаточно так вот только так хорошо следующий слайд если мы говорим о металлургах то мы говорим о крупнейших компаниях это вещь билетон и риатинта вот как смотрите металлурги на фоне сегодняшнего роста они просто перепроданы несмотря на то что пробил риатинта компании акции компании пробили вниз повышающийся канал но мы видим по индикатору что находится достаточно близко к такой зоне локальной перепродавости на дневных графиках вот поэтому сейчас продавать риатинта не надо тем более что компания принципе хорошая долговая нагрузка равняется всего лишь третье от стоимости счастья чистых активов вот и дивиденды там тоже порядка трех с половиной процентов тоже это неплохо так так вот теперь индекс футси 100 значит сейчас европа не очень хорошо сегодня торгуется интересно что посмотреть да что в принципе индекс подошел к нижней границе повышающегося канала вы это видите да где-то 6480 и уже от этой границы от этой границы она может оттопнуться наверх если она пробьет вниз это неплохой момент игры на 6200 учитывая то что коррекция идет уже на рынках европы уже давно уже давно и опять индикаторы и манифлова и rsi показывают rsi показывают то что индекс перепродал значит функция 100 да то скорее всего в районе 6408 и 6500 будет некая стабилизация металлургом тяжко да тяжко металлургом вот правда я забыл сказать что была конференция на прошлой неделе руководителя яутинта где было сказано что прогноз погибления металла вполне благоприятные на ближайшие два года несмотря на изменение экономики китая то есть китайская китайская правительство сказала ввп китая семь с половиной процентов годовое реально я тоже люди думают что семьи два процента не слушается генеративных отказов тем не менее говорил тента руководство полно оптимизма и говорит что все будет нормально со спросом на металла последний график который я вам хотел показать в целом я думаю что боковая динамика продолжится есть шансы значит что индекс мвб протестировать отметку 1350 1360 на этой неделе опять таки в рамках боковой динамики я думаю что для игры наверх акции сбербанка не самое лучшее это нужно играть до игры наверх интересно на лидский никель вот я думаю что нефтяные бумаги тоже наверх интересно но вот единственно кроме газпрома который сильно завязан на южный поток на украину а по как бы тут уже возможно плохие новости украинские будут продолжаться поэтому я не рискую никому покровать в акции газпрома на этом наш маленький вебинар заканчивается спасибо за внимание спасибо вы Whаргл ت mythology пунтизара да простите hop так Продолжение следует...